Вот это я понимаю, вот это игра, вот это кайф, вот это успех, это классно, бывает же вот так вот, и как бы даже крит ошибки нет, вы представляете, да, как бы, ну ладно, была бы крит ошибка, да, я как бы бы все понял, но крит ошибки нет, у нас есть просто невидимый дико вулкан, который, если даже в принципе не стреляет, его даже не видно. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик, это небольшая такая вот превьюшечка, прерольчик к нашему сегодняшнему ролику, наверное, по названию вы подумали, что я какой-то кликбейтер или еще кто-то, который, ну, занимается какой-то ерундой, Но вчера на стриме я нашел очень интересную ситуацию в танках, которую до сегодняшнего дня, вернее, до вчерашнего я вообще никогда не видел, и давайте так, ребят, если вы тоже, как и я, не видели такого, то вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал, потому что это реально интересная ситуация, которая появилась у нас в игре, я много интересных вещей вообще по этому поводу рассказал, И я надеюсь, что вы оцените мои именно такие поисковые старания лайкосиком и, конечно же, подписочкой на канал, ну и, конечно же, я вам желаю приятного просмотра данного видеоролика Шок-контент, пацаны, просто шок-контент Цей, цей, диктатор, он как бы есть, но его как бы нет, да, это у нас вот так вот текстуры в танках очень хорошо работает, здорово, ребят, всем Внезапный ролик у нас образовался на стриме поздно вечером, но вот такой вот шок-контент, а почему бы и не записать, такого я еще, в принципе, не видел Поэтому давайте посмотрим вообще, как у нас отлично работают текстуры в танках онлайн, и это не кликбует никакой, это чисто отличная Отличная игра, супер, супер текстуры, которые постоянно у нас, конечно же, не лагают, лагать текстуры у нас, конечно же, не могут И где я уже потерял своего любимого друга, где же мой друг, куда он поехал на своем дико вулкане А вот, вот он, я даже его издалека не вижу, офигеть Он просто может спрятаться, и я даже не буду его видеть издалека, нормально работает у нас игра Мне кажется, что вообще, в принципе, успешно Где этот дружок мой хороший? А, вот он, офигеть Ну вот это класс, ну вот это я, вот это я понимаю, вот это игра Вот это кайф, вот это успех Это классно Бывает же вот так вот, и как бы даже крит ошибки нет, вы представляете, да, как бы, ну ладно, была бы крит ошибка, да, я как бы бы все понял Но крит ошибки нет У нас есть просто невидимый дико вулкан, который, если даже в принципе не стреляет, его даже не видно Вот так вот работает Я даже, если честно, немножечко поражен всему этому происходящему делу, но бывают такие интересные, конечно, моменты происходят у нас в игре И я даже не знаю, что здесь можно было бы еще добавить Интересная игра, интересный геймплей и супер проработанные ореховские текстуры Вообще, ребят, что вы думаете на этот счет? Как вам вообще такое движение и встречали ли вы такое вообще в игре? Я вот точно, вот если я, например, видел игроков, которые были без башни То есть, условно говоря, у них не прогружалась башня, не прогружался там определенно корпус Но, чтобы два вместе не прогружалась И корпус, и пушка И чтобы танк был вот просто невидимым Вот серьезно, если я не подъеду в упор к этому танку Я же не буду видеть, где он вообще находится Сдалека его не видно на такой большой карте Ник сдалека тоже не появляется И вот считайте, вы просто играете, а у вас против играют блайндовые пацаны Которого вы не видите, пока вы не подъедете в упор Нормальное преимущество, в принципе, в игре При том, что крит ошибок нет, повторюсь, да И нету никакой, типа, бага текстуры То есть, как бы танк как будто нормальный Ну, как будто все так и должно работать Мне очень нравится эта ситуация И, безусловно, интересно, что у нас будет дальше Если у нас сейчас в катках есть уже невидимые танки Что мы увидим дальше? Дальше мы будем видеть летающие какие-то танки, да? Интересно, конечно, взаимодействие и вообще, в принципе, движение Не нашел я его, где он вообще? Потерял, вот просто потерял игрока Ну вот, вот, просто он как бы есть на карте Но его ты просто потерял и даже ты не можешь найти Где этот невидимка катается Он вроде как бы и опыт набирает, а ты его не видишь Интересно У нас уже, в принципе, и катка даже закончилась Супер Просто класс Просто обожаю такие моменты Вот такая вот у нас получилась интересная вчера каточка Я думаю, что многие ребята вообще в шоке Да, я даже в какой-то степени сейчас думаю А, возможно, это какие-то читы? Может быть, это не какой-то баг текстуры? А это реально читы у парня на невидимку? Возможно, появились в игре они какие-то новые читы Я не знаю, честно Я сегодня пересмотрел данный видеоролик И реально думаю, блин Как это вообще так получилось? Я реально вот за 8, даже больше 9 лет игры Ни разу такого не встречал Да, я в видеоролике сказал то, что я, например, видел Когда не было у парня, например, башни Либо не было корпуса Но что-то одно из этих двух всегда было И чтобы сейчас увидеть в катке такой либо баг, либо чит Я был немножечко таки поражен И даже вот именно таки на стриме решил записать такой видеоролик Ну а сегодня я уже тут в каточку запикался Я думаю, что, в принципе, было бы неплохо попытаться забрать здесь определенные звезды Немножко уже поговорить о наших челленджах Все же есть такая ситуация, когда У нас не совсем везет с нашими звездами Да, у нас сейчас в катках постоянно падают золотые ящики И нету какого-то такого определенного движения С которым я был бы именно таки полностью увлечен в набитии наших звезд Ну, не знаю, в последнее время как-то мне даже особо не тянет быстро их набивать Просто хочется немножечко половить голды Для всех тех ребят, которые еще не видели, не приходят на стримы Не знают вообще, как двигается наш Чиппердейл Наш аккаунт до легенды на шафте То здесь я прикупил диктатора Потому что в один прекрасный день у меня так сильно сгорела жопа Что я просто не смог не взять данный корпус на голде Условно говоря, на харьке Меня вытолкнул диктатор из-под голда А там было 3 дня према, которые мне очень сильно нужны были на данном аккаунте И я просто быстро принял данное решение И уже половину диктатора, к слову, мы прокачали Я думаю, что совсем скоро я выкачу данный корпус здесь на фулл прокачечку И у нас будет уже еще один, второй корпус на данном аккаунте При том, в всем раскладе, то что у нас уже на данном аккаунте имеется 400 тысяч кристаллов Я могу с уверенностью сказать, что для меня прокачка данного диктатора не составит большого труда И, в принципе, это не такое дорогостоящее удовольствие Быстро прокачаем, будем уже спокойненько ловить голды на диктаторе М2 И, в принципе, в этом плане будет у нас довольно-таки все круто Ну, а что касаемо данной карточки, запикался я здесь в DM-очку У меня сегодня что-то тут нападало очень много заданок, связанных с DM-ом И у меня особо здесь как бы со звездами-то вообще не пошло 5 на 13 меня явно здесь нагибают Какие-то парни уже на прокаченных вооружениях здесь против имеются Да, понятное дело, что большинство игроков играет на диктаторах Но, в общем и целом, не совсем у меня пошло здесь со звездами Да, уже в ближайшем будущем Я думаю, что когда у нас появится шафт М2 в гараже Когда я себе прикуплю устройство Здесь все пойдет намного-таки проще Но пока наступает время на данном аккаунте Когда бывают такие катки, что приходится уже страдать Да, здесь уже не так сильно нагибает мой шафт Потому что появляются танки М2, которых ты не можешь ваншотить Которых ты не можешь быстро сливать И да, в какой-то ситуации уже не все так просто Не все так интересно и быстро получается Нету ваншотных этих хорьков-васпов Когда ты просто стоишь, условно говоря И без сводки прицела Просто спокойно уносишь танк на респ И, в принципе, у тебя никаких проблем нет Сейчас я здесь немножечко поторопился Потому что парень респовался И я думал, что если я быстро не выдам выстрел То явно не успею вообще по нему выдать Но и в итоге поторопился чересчур сильно И не получилось Не получилось здесь забрать килл Но вот здесь нормально Так вот вантапчиком Одним выстрелом без сводочки тоже забираем Думаю, что можно было бы вообще здесь Попробовать бы зацепиться за топ-2 Но уже как-то я очень поздно Вообще одумался, можно так сказать Не совсем у меня здесь получится Уже я думаю, что что-то забрать Одна минута у нас остается до катки При том, что я сейчас вошел в прицел И никого не было Ну ладно, тут парень хотя бы появился Хотя бы его я забрал Ну вот такие вот диктаторы На младших лейтенантах Уже, конечно, нормально так подбешивают При том, в всем раскладе То, что у него, скорее всего, данный дикофриз Уже М3 А я играю на шафте М2 Да, с диктатором недокачанным Это, конечно, все можно докачать На этом мы как бы не будем Смазываться и говорить, что у меня дик некачанный Поэтому он меня нагибает Но, в общем и целом У нас появляется сейчас голубейчик Давайте попробуем его поймать Все же Возможно, тут какой-нибудь хороший голдик есть И давайте попробуем Не знаю, получится Нет, 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 нет И парень получает доспехи Годмода Но ничего страшного За 25 секунд Я думаю, что его доспехи Годмода Очень сильно ему помогут И он явно их сможет здесь реализовать Ну а я тем самым успешно набираю В данной катке только две звезды И скажу вам так, что Чем дальше я иду по званию Тем чаще встречаются у меня такие катки Где реально, ну, не получается набирать звезды Да, я даже где-то стараюсь Сильно стараюсь Чтобы получить как можно больше звезд Но просто не получается Просто не получается Я думаю, что давайте зайдем еще в гараж И попробуем открыть контейнер И все же у меня здесь, если не ошибаюсь Было парочку штук Потому что Я еще пока боевой пропуск не покупал Фиолетовое свечение Неплохо Круто Что? Краска тайна пришельцев Боже, я думал, хоть мне соточку Касиков, крисиков было Дало Я был бы, конечно же, рад Ну и давайте сразу второй контейнер откроем И сейчас посмотрим вообще на красочку Которая мне выпала Давайте выйдем с каточки И посмотрим, что у нас там вообще за краска Тайна пришельцев Вот такая вот красочка Мне выпадает Она, к слову, падает почему-то В фиолетовом свечении Она типа какая-то уникальная Или что? Или как? Как это вообще понимать? Ну, такое вот покрытие Вот такие вот два контейнера у нас получились В общем, такой вот видеоролик У нас, ребят, получился Если вам понравилось То обязательно не забывайте ставить лайк Подписываться на канал Прожимать колокольчик Дабы не пропускать новые ролики С вами был мистер Ванька Надеюсь, вам он понравился Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok